Четыре часа утра Одиннадцать часов утра Здесь тоже ничего нет Неужели нет никаких записей об этом Наверняка у принцессы есть какая-нибудь книга Которая поможет мне Мне придется пойти и разбудить Спайка Кто это? Привет, Вайлайт О, ты не очень хорошо выглядишь Ты не могла уснуть прошлой ночью Сегодня рано утром пришла Рарити Со Свитой Бэль случилось что-то очень серьезное Я пришла за информацией Но пока ничего не могу найти Нет никаких записей об этих очень странных червях Ага, ты имеешь ввиду нового маленького друга Которого завела Свития? Что? Ты была там? Ты тоже это видела? Да, вчера я ходила к Рарити Чтобы помочь ей Я оставила Гамми со Свития Она сказала, что он хорошо ладит с ее новым питомцем С ее новым питомцем? Когда я вошла в комнату Свития Я ничего не увидела Возможно он сбежал Но если этого не произошло Я должна быстро найти ответы на все вопросы Вот, Боро Захватчик Что? Как? Как ты узнала, где его найти? Просто взглянула на букву Б Давным-давно В древних землях Понни Белля И в самом начале правления Селистии Луны Произошло странное Но очень агрессивное событие Нечто Похожее на болезнь Оно потрясло лес Эверфри Об этом месте еще мало что было известно. Его стали бояться все враждебные существа, населявшие его. Но одно выделялось из большинства. Оно было довольно умным и на первый взгляд безобидным. Его не воспринимали всерьез. Неизвестно, как, откуда или почему она начала меняться, мутировать. Приспособилась настолько, что его крошечный размер только усложнил идентификацию его как разумного живого существа. Его прозвали Борозахватчик. Борозахватчик был способен проникать в тела других живых существ, поглощая их по кусочку. Оно могло питаться ими и использовать их в качестве своих мобильных инкубаторов. Этого не замечали, пока один из разведчиков не обнаружил один из таких многочисленных случаев у лесных крыс. С каждым разом они замечали, что проблема нарастает. Постепенно оно стало требовать более крупного носителя, который, несмотря на заражение существом, все равно умудрялся двигаться. Оно настолько приспособилось, что даже были зафиксированы случаи заражения им лесных волков. Некоторые местные единороги осмелились использовать свою магию, чтобы уничтожить некоторых из них. Правда, сработала она только на слабых, обычных червях. Чтобы отогнать зараженных животных, они пришли к выводу, что самым надежным решением будет огонь. Однопоня, участвовавшая в истреблении, сумела создать заклинание, способное развести огонь в определенном месте. Это продолжалось несколько месяцев. И вдруг, обычный день в этой деревне. Как внезапно все началось, так же внезапно все и закончилось. Неизвестно, что произошло. И кто сумел положить конец этому нашествию, оно просто закончилось. Этот загадочный экземпляр больше никто не видел. Те немногие, что остались, долгое время стояли на месте, пока просто не вымерли. Был ли это конец? Неизвестно. И повторится ли когда-нибудь история? Тоже. С уверенностью можно сказать только одно. А именно, что неизвестно, что было бы, если бы Нефи поняла, что существуют существа даже больше, чем пони. И никогда не было проверено, способны ли эти звери так же пасть перед этим нашествием. Лучше всего действовать, как только об этом станет известно. И сообщить королевским особам. Эвакуироваться. И знать, как справиться с этой угрозой. Мы должны как можно скорее связаться с Рарити. Иначе это может привести к ужасной катастрофе. По мере того, как я начинаю питаться, у меня появляются больше воспоминаний об этой пони. Даже больше, чем о той, которую я только что съела. И я поняла одну вещь, очень важную. Это некая Твайлэд. У нее есть детеныш дракона. По-видимому, единственный, кто может отправлять письма принцессам. Я должна навестить его, прежде чем он что-нибудь сообщит. Вау! И если бы я знала, что эти пони были более совместимы со мной, вместо всех этих безмозглых лесных дверей, я бы никогда не проиграла таким прискорбным образом. Мне нужно еще больше еды. Теперь, когда я могу их контролировать? Рарити, где ты? Где ты? А? Светя? Сестра! Подойди! Подойди, пожалуйста! Ты мне нужна! Странно это шоу, однако говоришь о нем. Ты буквально каждый день, и тебе совсем не лень. Этот путь неясен, к стаду ты примкнуть согласен. Передача для детей, как ты гордишься ей. Подумай головой, мультик розовый такой. Время стоит уберечь, ведь игра... Продолжение следует...